я решил что следующим утром надо приехать сюда вместе с байдарками и мы так и сделали попробуем не знаю будет она отзываться не будет в общем будем пробовать на воблеры блесны колебалки вертушки на все снасти что у нас есть чтобы просто попробуем оттянуться отдохнуть погода отличная не жарко уже друзья что касается моей рыболовной байдарки вы мне раньше много писали в комментариях серега рыбалка на байдарки это так сказать что-то ноу-хау она довольно неустойчиво и ловит рыбу некомфортно я вам хочу сказать что я отрыбачил целое лето и ну просто все было супер я с собой беру смотрите вот сегодня обычно я беру две палки сейчас у меня вот я вам показываю один спиннинг сзади у меня вот смотрите подсак я взял кукол тряпка еще сюда ящик поставлю рыболовный положу сейчас сюда портфель там где у меня телефон документы ключи от машины все такое якорь у меня воблер то есть вода у меня будет вы здесь у насовой части под этим тентом и все отлично ничего совершенно не переворачиваться я поставила сидуху в самый низ самый низ вот потому что так до устойчивее байдарка чем выше сиденья мы понимаем что она сильнее шатается вот сидуха когда самом низу вот так вот у меня стоит то есть просто я взял надувное сиденье вставила в самый низ и накачал без всяких вот этих вот вставок палок как она крепится и ребят отплавал целое лето на рыбалке просто супер дно я качаю наполовину потому что ну я привык к лодкам и мне все-таки комфортнее когда ты сидишь вот так сказать такой вот чаши внизу чуть притопленная знаете как рыболову комфортнее хотя с накачанным дном тоже я плавал несколько раз и было все нормально поэтому если я просто выплываю поплавать на этой байдарке я ребята накачу полностью пол ставлю выше кресла мне удобнее грести выше положения я по волнам по реке просто плаваю отдыхая если я выезжаю рыбачий то я ставлю в самый низ как я вам уже показал приспускают но и тогда комфортно ловить рыбу и чувствуешь себя на воде уверенно и не боишься что ты перевернешься ребят ветер очень большой вон мы хотим стать сейчас друг возле друга нереально большой витрюган просто сносит он на месте можно грести но если была лодка просто не угребешь так потихоньку пробуем дальше делаем заброса так прям под под камыш как можно точнее сразу проводочку клюбло потому что она 18 грамм тонет тут мелко трава и надо над травой провести то есть все забросы под камыш все идет у нас под камыша сморка мыша ищем ветки вон прямо камыши это так сказать укрытие для щуки ну и доводим конечно же до самой лодки под лодкой тоже проводку и потом аж вытаскиваем нашу блесну друзья хорошее место нашли но тут не побросаешь к сожалению самый гузырь заплыли много травы есть пару ямок вот таких вот неплохих но тут видите какая вода прозрачная просто бомба вот но много травы вот мало таких мест где нет ничего вот щучки тут есть конечно травянки но не мы даже плыли были всплески но эти щучки но мелкие тут ничем ничем не бросишь такая разрешена жутца можно будет потом как-то половить он всплески были рыбы да по то есть да еще ряда такие выпрыгают интересная такая местность очень ребят вот только что у отца сошла щучка небольшая под самой лодкой поэтому я тоже цепляю колебалку серебряную и на колебалку начинаю пробовать ловить есть сидит сидела так я начал заплывать дальше вот так как там был один сход то здесь значит продолжим примерно в этих краях ловить сейчас ветер но я перешел тоже на колебалку раз на нее была поклевка то у меня на воблере ничем то значит будем ловить на универсальную универсальную значит приманку батя щука первая щука ну как щука щуренок ну вот он красавчик вообще отлично вот он такой малыш жесть не хотят чай так на вот он догнал догнал догна за краешек взял вот так самого края засек своего малой вообще малой ребят такой крошечная щучка вот она раз на такая мелкая вообще давайте выпускаем по 1 пошла на выпуск плыви малых а оба есть начало есть по щука папакеш красава отлично ну чтож ребят взял одну я выпустил ну отца он уже нормальный размер молочек взял вот здесь вот где-то в этих вот гусарька гузырях красава покешь еще раз о мы приплыли на берег перекусить расходиться потому что четыре часа воде клёв ужасный ветер не верно сделай на брызги в лицо неимоверной силы если вау что-то слышно ребятам просто кошмар творится вот байдарки чуть ли не сносит тут вообще волнища она громадная пыль из поля смотрите пыли сколько это все пыль летит то есть тут нереально творится но ураган можно сказать вот и по всему этому урагану по всему этому ветру сначала у тебя был сход потом у тебя была мелкая щука потом у меня была поклевка я не успел включить камеру потом я поймал щуренка выпустил потом ты поймал вот эту щуку которую мы уже зажарим ребята я вам хочу сказать если у вас не ловится одна рыба то необходимо возить собой всегда спиннинг про запас или другие снасти потому что часто бывает такое как у меня хотел поймать карася не получилось а хищник хоть как-то до отзывался я открыл для себя новый пруд чему очень рад если вам все понравилось ставьте лайки подписывайтесь и желаю вам удачи ребята не хвоста не чешуи а